Взяла мясо, а когда обрезали его, там вместо мяса кости, шкура. Пенсионерка Татьяна Лукичева, мягко сказать, недовольна своей покупкой. 9 января в недавно открывшемся мясном магазине она приобрела распил. По 250 рублей за килограмм. Купила почти 3 кило. Но приобретением вскоре разочаровалась. Кило 100. Весы правильно. Весы кило 100 отходов из веса 2 600 из веса. Женщина оставила жалобу в книге отзывов и предложений. Рассказала съемочной группе о том, что при покупке товара ей не выдали чек. А в магазине по этому поводу есть объявление. Здесь написано, если вам не выдали чек, покупка за наш счет. Не выдачу чека представитель магазина объяснил следующим образом. При покупке товара продавец предоставил пенсионерке скидку. А этого руководство сети не одобряет. Мол, пошли навстречу женщине, она еще и недовольна осталась. Что касается возврата, оплаченной за товар суммы, управляющий розничной сетью пояснил по телефону так. Бабушка приобрела кусок распила, принесла его домой, разделила его на мясо, кости и шкуру. Все вкусненькое оставила дома, а шкуру и кость принесла в магазин и требует вернуть деньги. То есть я считаю, что это равносильно тому, что купить персики, оставить семякать дома, а кости пытаться обратно вплутить продавцу. По словам пенсионерки, кость она вернула, чтобы показать, как много отходов было в распиле. Одни кости, шкура досала, возмущается женщина. Но вправе ли она в ситуации, когда товар возвращается не в полном объеме, надеется на какую-либо компенсацию со стороны продавца. С этим вопросом мы обратились в Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре добавили, что бабушка вправе, конечно, подать претензию, но тогда нужно будет доказать, что до нее была доведена недостоверная информация, что вполне возможно. Но вот доказать такой факт очень сложно, подчеркнули специалисты. И посоветовали покупателям, особенно пожилым людям, внимательно выбирать товар и всегда брать товарные чеки. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.